Здравствуйте! На ТНТ события дня. Все самое интересное из жизни областной столицы расскажу вам я, Мария Суворова. Смотрите сегодня в выпуске. Ленинградский мост открыт после ремонта. Русский язык на 100 баллов. 8 вологодских школьников показали максимальный результат на ЕГЭ. 20 новых плацкартных вагонов пополнили парк Вологодского участка Северной железной дороги. Ленинградский мост открыт после ремонта. О завершении работ главе Вологды Евгению Шулепову в ходе инспекции на объект отчитался его заместитель Антон Мусихин. Также Евгений Шулепов поставил задачи по дальнейшим ремонтам, в том числе улиц Ленинградской. Подробности далее. Дорожники завершили работы, прошедшие ночью. Спустя чуть больше месяца с начала ремонта. По поручению главы Вологды сдать этот важнейший объект строители должны были к дню города. Сдали на неделю раньше. Чтобы проверить, как выполнены работы, Евгений Шулепов с инспекции выехал на место. Закончен очень важный объем работы по восстановлению Ленинградского моста. Работа выполнена даже раньше того жесткого графика, который мы с вами определяли месяц назад. Меня очень беспокоит вопрос качества работы. Как вы оцениваете ситуацию? Работы производились с участием технобзора, то есть производились квалифицированными кадрами. Неудовлетворительные погодные условия работы не производились. Все позволяет о том говорить, что работы выполнены даже с надлежащим качеством. Для ремонта важнейшего городского путепровода использовался особо прочный асфальт. На основе мастики и щебня дорожники обновили и важнейший конструктивный элемент моста – деформационные швы. Именно они обеспечивают прочность всей конструкции. И на все выполненные работы подрядчик дает гарантию. На ремонт ездового полотна, то есть по проезжей части 4 года, на асфальтобетон, на швы стыки 6 лет. То есть на протяжении этого гарантийного срока подрядчик, то есть мы обязаны в любые разрушения асфальтобетонного покрытия или именно швов устранить за свой счет. Сейчас движение на мосту полностью восстановлено, чему особенно рады автомобилисты. Ведь в течение месяца строители поочередно перекрывали то одну, то другую полосу. Терпелись все равно, как бы во благо вроде людям делалось. Всем дороги нужны, всем ездить надо. Тем более движение такое, техники много стало. И сам Ленинградский путепровод, и в целом улица Ленинградская – ключевая транспортная артерия Вологды. Поэтому обновление моста – лишь начало работ. О ближайших планах Евгению Шулепову доложил его заместитель Антон Мусихин. У нас с той стороны есть серьезная полейность, когда мы ее устраним, и улица Ленинградская, когда будет применена. В настоящее время объявлено на аукцион, и в первой декаде июля, в первой половине июля, мы планируем приступить к работам по ремонту данной улицы на участке от окружного шоссе до проспекта Победы. Сроки выполнения работ до первого сентября. Напомним, работы идут сейчас по всему городу. Дорожные покрытия уже восстановили на улицах Октябрьская, Мира, Окружном шоссе, Благовещенской. В процессе ремонта в Герцена, Ленина, Конева начали восстанавливать и тротуары. Особое внимание строителей к пешеходным зонам у образовательных учреждений. Их привести в порядок по поручению главы Вологды также должны до начала учебного года. В дополнение к теме, в Вологде началась укладка асфальта на улице Герцена. На сегодняшний день дорожники выполнили работы на двух полосах на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Притеченской. Старый асфальт на протяженности дороги уже срезан. Толщина нового составит 5 сантиметров. На объекте задействованы 8 единиц тяжелой техники и больше 20 человек. Перекрестки будут асфальтировать только ночью, чтобы минимизировать помехи для движения автотранспорта. Продолжается и ремонт Конева. Там осталось восстановить дорожное покрытие на участке от Беляева до Можайского. Совсем скоро начнется и ремонт улицы Ленина. На очереди Чернышевского, Ленинградская, проспект Победы и Козленская. Уже отремонтированы Мира, Октябрьская, Октябрьский мост, Ленинградский путепровод, Пушкинская, часть окружного шоссе. Восемь школьников Вологды написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Это выпускники школ номер 1, 18, 28, 41. Средний балл по русскому языку набранный вологодскими школьниками 73,3. Это лучше, чем результат прошлого года. Улучшили школьники Вологды и свои знания по математике. Экзамен базового уровня на 4,5 сдали более 90% выпускников. Как пояснили специалисты городского управления образования, результаты обязательных экзаменов показывают, что качество школьных знаний и по русскому языку, и особенно по математике, заметно выросло. В том числе это результат внедрения в школах областной столицы концепции естественно-математического образования. Добавим, сегодня выпускники сдавали информатику и историю. 20 новых плацкартных вагонов пополнили парк Вологодского участка Северной железной дороги. Они будут курсировать в составе фирменного поезда «Волок» до Санкт-Петербург. Дальнейшая модернизация ждет и сам вокзал. Об этом журналистам рассказали в ходе пресс-тура по железной дороге. Все новинки увидела и Алена Закатаева. Немец теперь установлен так называемый Wi-Fi роутер. Теперь услуга предоставления выхода в интернет будет уже непосредственно по исследованию в составе «Волок». Это первая, но не единственная новинка. В вагонах также установлены розетки по одной на каждого пассажира. Модернизирована и система кондиционирования. Теперь она не только охлаждает, но и очищает воздух. Система очистки питьевой воды тоже новая. А еще усовершенствованы санитарные комнаты. А новые матрасы на спальных полках имеют ортопедические свойства. И две стороны. С одной кожи зам, с другой текстиль. В общем, путешествие с комфортом. На сегодня «Вологда» получило 20 плацкартных вагонов из 40. То, что мы ожидаем по инвестиционной программе Федеральной пассажирской компании в 2016 году. Поставка 11 купейных вагонов и плюс 3 вагона штабных, где будут дополнительно еще оборудованы купе для перевозки маломобильных пассажиров. Эти вагоны заменят существующие в фирменном поезде «Белые ночи». При этом цены на билеты останутся прежними. Направления Санкт-Петербург и Москва сейчас самые востребованные. И в Вологжане ездят в столицы, и гости из этих городов приезжают в Вологду на выходные и праздники. Поток пассажиров заметно вырос за последние три года. Именно для удобства и комфорта горожан и туристов обновляется и Вологодский вокзал. Привели в порядок внешнюю отделку здания, реконструировали подземный переход, открыли новые комнаты отдыха, отремонтирован ли туалет. На очереди перрон. 84 года перрону. Конечно, он требует реконструкции. Деньги запланированы на 2017 год. Это однозначно. Перрон и третья платформа будут реконструированы. По статистике, большая часть туристов прибывает в Вологду именно на поездах. Вообще, на участке северной железной дороги Вологодский узел самозагруженный. Речь идет и о пассажирских, и о грузовых перевозках. Еще один интересный факт – самое узкое место на северной железной дороге именно на Вологодском участке. Вот здесь, под Пашихонским мостом. Ежедневно через этот отрезок проходят сотни составов. Вологодский узел включает в себя три станции. Станция Лоста, Вологда первая и Вологда вторая. В общей сложности через эти три станции проходит порядка 500 грузовых и 60 пассажирских поездов в сутки. Туристы в Вологду приезжают с самым разным транспортом и круглый год. В прошлом году областную столицу посетили свыше 700 тысяч человек. В этом году ожидается, что их число увеличится. А Вологда, в свою очередь, готовится встречать гостей. Сфера индустрии гостеприимства активно развивается. В городе открываются новые гостиницы, кафе, рестораны, арт-объекты. И просто интересное открытое пространство, где можно ощутить дух старинного города. Алена Закатаева, Михаил Прещев, События дня. Это События дня на ТНТ, и мы продолжаем. До 2019 года учебно-опытный молочный завод исключен из плана приватизации. Более 70 деревьев вычезли медики на территории Вологодской областной клинической больницы. Это События дня на ТНТ, и мы продолжаем. Вологодский учебно-опытный молочный завод исключен из плана приватизации до 2019 года. Это решение было озвучено на круглом столе Общероссийского народного фронта за честные закупки. Его участниками стали представители Росимущества, Минсельхоза и Минэкономразвития. Напомним, на торги ОМЗ имени Верещагина в прошлом году выставляли дважды. После обращения губернатора области Олега Кувшинникова к руководству Росимущества и федеральным властям аукционы были отменены. Но, несмотря на это, вопрос оставался открытым. За последние два года на заводе прошли десятки внеплановых проверок. Поступило более тысячи запросов. Предприятие отстаивало не только его руководство, но и областные и городские власти. Депутат Госдумы Мария Кожевникова и неравнодушные вологжане. Вечно зеленая кедровая аллея появилась на территории Вологодской областной клинической больницы. Более 70 деревьев высадили сами медики в преддверии своего профессионального праздника Дня медицинского работника. Подробности далее. Несмотря на свой небольшой размер, этому кедру 7 лет. Кедр родом из Тюменской области, из семян с улучшенными наследственными свойствами. А выращен этот сибирский кедр уже в Вологодской области силами специалистов молочно-хозяйственной академии. К нашему климату хорошо приспособлено. Жить будет примерно лет до 500. Создать такую вечно зеленую кедровую аллею решили вологодские медики на территории областной клинической больницы. Это медучреждение – одно из крупнейших на северо-западе. В больнице работают более полутора тысяч человек, а в год здесь принимают свыше 20 тысяч пациентов со всей области. Большая у медучреждения – территория, поэтому саженцы было решено распределить у каждого отделения. Недавно у нас был юбилей больницы, 65 лет. Мы пересматривали старые фотографии, готовились к юбилею. И для меня, как врача достаточно молодого, было очень интересно и любопытно видеть докторов, которые сейчас трудятся, и уже корифеи в молодом возрасте высаживали вот этот парк, который мы сейчас наблюдаем. Сейчас мы имеем возможность сами создать что-то, внести свою лепту. Но в первую очередь эту кедровую аллею вологодские медики посвятили предстоящему профессиональному празднику – Дню медицинского работника, который в этом году выпал на 19 июня. В основе медицины лежит продление жизни, продление, возвращение жизни. Мы исходили из этого нашего внутреннего принципа. И сегодня мы дарим жизнь этой, по сути дела, кедровой аллее, которая возникнет на территории областной клинической больницы. Каждый человек, как бы продлевая и свою жизнь, должен посадить, ну, как минимум, одно дерево. Сегодня мы сажаем их 70, поэтому, я думаю, подарим определенную память и потомкам о себе. Кроме того, кедровая аллея будет иметь большой оздоровительный эффект, что тоже очень важно. Ведь хвойные выделяют особые вещества – фитонциды, убивающие бактерии. А значит, и воздух вокруг больницы станет еще более чистым. Отметим, что работа по озеленению вологды ведется в областной столице в рамках проекта «Зеленый город». В этом году в городе деревьев и кустарников станет еще на 20 тысяч больше. 10 тысяч из них уже высажены. Юлия Савинцева, Максим Тышковец. События дня. Спорт, дисциплина и строевая подготовка. Муниципальный этап проекта «Неделя в армии» проходит в областной столице. В течение недели ребята, стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, живут на загородной базе ВИП. Тренируются вместе с курсантами, знакомятся с армейским бытом. Что дает ребятам проект, расскажет Егор Канавин. Пулемет Калашникова, РПКС. Это учебный вариант. От тяжелых пулеметов и ручных гранатометов до миниатюрного травматического пистолета ОСА. Экипировка ОМОНа, что называется, на все случаи жизни. Своё оружие боец должен уметь разобрать и собрать в считанные минуты. Другое занятие с профессиональными кинологами. Как находить взрывчатку и боеприпасы, показывает немецкая овчарка по кличке Кёня. Настоящий ветеран, на службе уже 9 лет. Если в сумке что-то подозрительное, пёс дает сигнал хозяину. Тщательно пронюхивать все, что внутри закладки, и никаких прикосновений не должно быть. И просто чисто сесть и сидеть. Занятие для участников проекта «Неделя в армии». Это около 20 подростков, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Для них это настоящее погружение в военные быты и условия на загородной базе Института права и экономики. Плечом к плечу с курсантами ВП. Строгая дисциплина, боевые построения, многокилометровые кроссы. Вместе обедают, живут в одной казарме. Заодно приобретая и полезные бытовые навыки. Например, по-армейски заправлять кровать. Вот низ у нас, он должен быть конвертиком. То есть, вот он идет. Раз, два. И вот так как бы. До участия в этом проекте многого не знал и не умел, признается 16-летний Данил Рогозин. Здесь стал больше заниматься спортом и даже чувствовать себя лучше. Вот бежит взвод, да, вот 12 километров. Там кто-то там сзади уже все, выдохся, а ты вперед бежишь. Как бы все нормально, как бы чувствуешь себя бодро. С утра ты встаешь бодрячком, а не как там, допустим, там. Встаешь с утра, идешь там, куришь. Ты уже как бы не по мне. Я по мне бы, а я бы сюда, если можно было бы, я бы сюда поступил бы. И начал бы тут учиться. В первую очередь, это чтобы ребята исправились, стали на путь истинный, задумались о своем будущем. На первые дни ребята растерянные были такие. Объясняли им курсанты, старались помочь. Сейчас что непонятно, они подходят, спрашивают, узнают новое. Учит их здесь и работать в команде. Не на словах, а своим примером. В лагере в этом так-то очень хорошая физическая подготовка. Очень добрые и поддерживают курсанты, которые помогут в какой-то либо ситуации. Показать ребятам пользу спорта и здорового образа жизни и пробудить интерес к службе – это и есть задача проекта «Неделя в армии». Его муниципальный этап проходит при поддержке городских властей – Вологодского института права экономики. Основная цель данных сборов – это показать ребятам, что есть другой мир, другие интересы, не только улица, не только противоправное проведение. Мы здесь находимся уже три дня и в глазах детей прослеживается интерес ко всему данным мероприятиям. Человек в форме и представитель, так скажем, власти, для них это все-таки пример. Ну и пример, мне кажется, должен быть для каждого гражданина. То есть это люди без вредных привычек, да, это сотрудники образцовые, так скажем, для них, чтобы они смотрели и равнялись на нас. Проекту «Неделя в армии» уже несколько лет, а вот муниципальный этап проходит впервые. Это еще один кирпичик в работе областной столицы по патриотическому воспитанию. Ребята, которые за эту неделю проявят себя наилучшим образом, отправятся на областной этап состязаний. Егор Ганавин, Максим Ташковец, События дня. На этом у меня все. С вами была Мария Суворова. Смотрите События дня на ТНТ. До свидания.